Политолог Владимир Фисенко уже в эфире Фридема. Владимир Вячеславович, здравствуйте, рады видеть вас. Здравствуйте. Добрый день. Так, хотели бы начать нашу беседу с саммита Европейского политического сообщества в Испанской Гранаде и с важных заявлений, которые там звучали. К 2028 году Кремль восстановит свой военный потенциал, которого будет достаточно для нового нападения. Об этом сказал наш президент Владимир Зеленский в своем выступлении. И далее хочу процитировать его. Если в этой агрессии против Украины будет какая-то пауза, любое замораживание ситуации будет новый и критический момент. И таким моментом станет 2028 год. Как вы полагаете, есть ли понимание у европейских лидеров, насколько ситуация сейчас серьезная, что кремлевский диктатор действительно не остановится, если ему дать передышку, собственно, как было после 2014 года? Если бы было полное понимание вот этого риска, этой угрозы, я думаю, не было бы изъявления такого со стороны нашего президента. Оно, кстати, я думаю, основывается на данных нашей разведки. И для того, чтобы подчеркнуть весомость этих данных и наших предупреждений, отмечу, что несколько дней назад в одном из интервью президент Зеленский предупреждал, что Россия продолжит ядерный шантаж. Ну, собственно, будет его возобновлять, будет осуществлять новые угрозы ядерные в адрес стран Запада, уже не только в адрес Украины. И это подтвердилось. Подтвердилось вот как раз в тот же день, когда был саммит в Гранаде, Путин выступал традиционно в Алдае, и там одна из главных тем – это ядерные угрозы в сторону Запада. Вот это, кстати, подтверждение того, что мы располагаем, наше руководство располагает весомыми разведывательными данными о намерениях России. Во-вторых, это серьезное предупреждение для тех политиков. Среди лидеров, я думаю, сейчас таких нет. Ну, среди лидеров ведущих стран Запада, тех, кто влияет на политику Западного мира и Европейского Союза в частности, таких лидеров сейчас, на мой взгляд, нет. Но, тем не менее, в западных элитах, среди части политиков и экспертного сообщества вот есть такая идея, такое предположение, что если пойти на компромисс с Путиным, завершить эту войну путем замораживания конфликта, то все будет хорошо. Но, во-первых, есть уже печальный опыт Минского соглашения, когда Путин в итоге пошел на новую, более масштабную войну. Пошел через 7 лет после, даже 7 лет не... Как раз практически даты совпали, 7 лет. Как раз через 7 лет после второго Минского соглашения. Во-вторых, очевидно, сейчас Россия уже переходит на военные рельсы, расширяет военное производство. И вот здесь сигнал для стран Запада. Мало понимать угрозу и риск нового российского нападения, уже не только на Украину, но, возможно, и на другие страны НАТО, страны Европейского союза, в частности, риск для стран Балтии, для Польши существует. Надо еще понимать, что если Запад хочет эффективно противостоять вот этим рискам, о которых сказал президент Зеленский, во-первых, не надо идти на какие-то компромиссы на российских условиях, потому что это выйдет боком и создаст только новые угрозы через некоторое время, вот как раз в 2028 году. Во-вторых, надо наращивать военное производство. Это сейчас важный императив, поэтому нельзя расслабляться. Надо активно идти вперед и пополнять и свои военные арсеналы, и активизировать поддержку Украины. Владимир, скажите, вот Владимир Зеленский говорит о том, что Россия нападет, возможно, вновь на этот раз. Да, действительно, как вы сказали, не только на Украину, но и на страны Балтии и Польши, а, возможно, и другие государства. Вот это нападение и фокус внимания Путина на эти страны. Какова цель? Это собирательство земель? Нет, не только. Это само собой, это на постсоветском пространстве, это для внутреннего потребления. Нет, Путин амбициозен. Вот это опять-таки подтвердила его последняя валдайская речь. Это причем, знаете, не просто амбиции. Это, я бы сказал, нахальство, хамство. Россия стала слабее за полтора года войны, ну, уже почти 600 дней войны. Но, тем не менее, он грозит. Он грозит Западу ядерной дубинкой, он грозит соседним странам. Он, с одной стороны, как бы предлагает мир, предлагает договориться. Такие нюансы читаются в его речи. Но, с другой стороны, опять-таки, это язык угроз и язык агрессии. Договориться на чьих условиях? Совершенно вне. Но, очевидно, он хочет договариваться на своих условиях. Опять этот избитый тезис о многополярном мире. Он все мечтает, чтобы Россия была одним из центров этого мира. Но оно не получается. Вот Китай. Китай зараз претендует на роль второго центра мира. Среди стран так называемого глобального юга мы видим также растущие амбиции Индии. Есть и амбиции Турции. А Россия уступает. Уступает. Уступает, кстати, и тому же Китаю, и той же Турции на постсоветском пространстве. Уступает в Центральной Азии. Это уже признают с таким выдохом разочарования, но признают даже прокремлевские эксперты. Уступает в Закавказье. Это сейчас очевидно. То, что Россия теряет свои позиции в Закавказье. Поэтому они хотят компенсировать это за счет агрессии на западном направлении в отношении стран Запада. Поэтому шантаж. Излюбленный путинский инструмент. Шантаж. Он будет грозить новой войной, пытаясь выторговать для себя. Он же хочет выторговать и возврат на европейский газовый рынок. Он его потерял. Опять-таки из-за собственных агрессивных действий. Но, тем не менее, они хотят вернуться. Но, знаете, аналогию сейчас приведу такую очень условную, но понятную, думаю, простым людям. Вот в начальной школе мальчик, который хочет понравиться девочке, он ее за косы дергает. А иногда может и что-то более агрессивное сделать. Странный, казалось бы, способ заигрывания. Более взрослые ребята действуют уже более утонченно. И девочку пытаются уже ублажать, подарки дарить и так далее. А здесь агрессия. Вот Путин себя ведет как какой-то, знаете, агрессивный малолеток, агрессивный хулиган. Он пытается привлечь к себе внимание агрессивными действиями. И я думаю, что далеко не случайно, что как раз во время вот этого саммита в Гранаде случилось новое военное преступление России, когда убили ударом ракеты 50 мирных жителей, даже больше 50 человек уже по последним данным. Вот это тоже пример того, как действует Россия. И наш президент, он предупреждает западных коллег. Вот такому Путину нельзя верить, нельзя идти ему на уступки. Наоборот, надо готовиться к длительному противостоянию. Это в интересах и Украины, и наших европейских партнеров. Ну и еще о том, что происходило в Гранаде. Испанское правительство приняло решение передать Украине, насколько мы знаем, 6 пусковых установок для зенитно-ракетных комплексов «Хоук». После встречи с канцлером Германии Владимир Зеленский заявил, что Берлин работает над передачей новой системы «Патриот» Украине. Плюс мы видели публикацию «Зе Телеграф», в которой писалось, что Шольц сейчас опасается передавать «Таурус» из-за того, что Украина может использовать их против Керченского моста. Но все же, если подводить итог, как вы оцените, собственно, вот этот неформальный саммит лидеров Европейского Союза и вот эту встречу европейского сообщества, которые прошли в Гранаде? Ну, я, во-первых, напомню, что такое вообще вот это европейское политическое сообщество. Эта идея появилась, ну, меня начало реализовываться в прошлом году, появилась она несколько раньше, продвигал ее и президент Франции, это его была идея, но ее поддержали и другие европейские лидеры, потому что этот формат позволяет взаимодействовать в регулярном режиме дважды за год, вот такие саммиты, вот это уже третий саммит. Первый был в Праге в прошлом году и два саммита в этом году, сначала в Молдове весной, вот сейчас в Гранаде. И это будет продолжаться. Дважды в год вот такое регулярное взаимодействие стран Европейского Союза, это большинство стран на Европейском континенте, и тех стран, которые не входят в Евросоюз, такие тоже есть. На Западе это Великобритания, Норвегия, на Юге балканские страны, которые хотят идти в Евросоюз, на Востоке, это Украина, вот Украина и Молдова тоже стремятся в Европейский Союз. Это очень важный формат для взаимодействия. Вот очень хорошо, что туда приехал сейчас Пашинян. У него сложная ситуация, и наш президент с ним там встретился. Но похоже, что в Армении начинают постепенно, они хотят уходить постепенно от российского влияния, и у них возобновляются стремления к европейской интеграции. Напомню, что в 2013 году Армения вместе с Украиной хотела подписывать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. И тогда под давлением России и Януковича Путин заставил отказаться от подписания, и мы знаем, чем это закончилось, и для Украины, и для Януковича особенно. Да, Украина вернулась к европейской интеграции. Армения, к сожалению, нет. Тогда Россия их заставила отказаться. Но вот именно на полях этого саммита, а также во время этого саммита, происходит взаимодействие стран ЕС с другими европейскими странами. Возможность двухсторонних встреч очень важна. Для Украины вот этот саммит, он позволил решить целый ряд вопросов. Во-первых, президент наш заявил, что это система ПВО. Вот вы упомянули уже о ряде договоренностей. Уже после саммита наш президент сказал, что достигнуты... Вооружение, амуниция еще. Да, да, да. Целый ряд стран, включая Италию, Испанию, Германию, Великобританию. В частности, кстати, вот о Германии вы упомянули. С Германией про Петриот идет разговор. Но как раз накануне саммита в Гранаде появилась информация, если не ошибаюсь, агентство Bloomberg сообщило, что Германия готовится передать нам тоже ряд систем ПВО. Новые системы Айрис свои. И также больше дюжины, как было сказано, больше дюжины зенитных систем Гепард. Чем они важны? Они очень хороши в борьбе с шахетами. Вот это тоже очень ощутимая помощь для нас сейчас по ПВО. По оружию договоренностей целым рядом стран. В том числе по ракетному оружию и по артиллерийским снарядам. Но были очень важные переговоры. Важные как раз на фоне нынешних проблем США о том, что будет продолжаться активная поддержка Украины со стороны европейских стран. Вот это тоже очень важно. Ну и, конечно, сейчас мы приближаемся к очень ответственному этапу. Начало переговоров с Европейским Союзом о членстве Украины в ЕС. Эта тема тоже, судя по заявлениям разных сторон, обсуждалась в Гранаде. Этот саммит для нас был очень продуктивный и очень важный. Владимир, вы уже неоднократно вспоминали речь диктатора Путина на вчерашнем этом форуме Валдае. В частности, он говорил и об Украине в Европейском Союзе. Он сказал, что, конечно же, повторил свои нарративы о том, что не начинали эту войну, а пытаются ее закончить. Во всем виноват, как всегда, Запад. И сказал следующие слова, что Москва всегда будет против вступления Украины в НАТО. А вот, что касается ЕС, то мы, мол, не против и разрешаем. Флаг в руки и так далее. Нахальство – это то, о чем вы и говорили. Что можете вы по этому поводу сказать? Чему эти заявления, разрешения, будто мы должны у кого-то спрашивать? Да нет, ну мы не спрашиваем. Мы наоборот. Мы даже своих партнеров западных, европейских партнеров, сами подталкиваем к правильным решениям. Напомню, что вопрос о европейской интеграции Украины сдвинулся с места в прошлом году. Причем в самые тяжелые моменты войны. Заявку на членство ВИЭС украинское руководство направило в конце февраля. Враг был под Киевом. Но тогда это воспринималось, ну, утопия. Какое членство ВИЭС? Тут вопрос о выживании стоял самой страны. А оказалось уже через два месяца, в апреле, когда врага отбили от Киева, да, Европейский Союз оценил, и вот хорошее слово, украинская спроможность, и нашу способность, и стойкость, возможность и готовность себя защищать и быть успешной страной. И мы показали, что мы настоящая нация. В Европе это очень оценили. И тогда вот начало зреть понимание, что нам надо сдать статус кандидата в члены ЕС. И это свершилось. И теперь мы вот идем по пути европейской интеграции. Кстати, вот на саммите в Гранаде один из руководителей Евросоюза, господин Мишель, признал, что именно Украина стала движущей силой новой волны расширения ЕС. Именно Украина. Вот тоже показательно. И вот почему это важно. Я один раз был на Валдае в 2013 году. Сам напросился, получил массу впечатлений, до сих пор пользуюсь этим материалом. Так вот, я тогда запомнил дискуссию между Путиным и Романом Проди, бывшим главой Еврокомиссии. И вот Проди говорил тогда, давайте из Украины сделаем мост. Ну, потому что шла дискуссия как раз о подписании соглашения с Евросоюзом у Украины. И в принципе даже Янукович хотел подписать. А Путин говорит Проди, нет, вот вы, европейцы, всегда так, хотите за наш счет. И сказал, и наши водки выпьете, черный икры съесть. Получается, это мы что, водка или черная икра? То есть, он считал Украину своим ресурсом, который не хотел отдавать. И он не хотел идти на компромиссы по Европейскому Союзу, по европейской интеграции Украины. А сейчас он уже закидывает такие послания на Запад, что, мол, мы не против. А это не потому, что он такой стал добрый. Это мы. Мы добились этого. И я думаю, точно так же, через какое-то время, Путина, наверное, уже не будет. Другие российские лидеры вынуждены будут согласиться с тем, что Украина неизбежно станет членом НАТО. Поэтому не надо на это обращать. А что касается речи, ну, там много можно оценивать. Но я дам, я бы сказал, такую количественную оценку этой речи. Речь Путина в Валдае со всеми его амбициями агрессивными. Она стоит 100 российских рублей за один американский доллар. Именно в это время, когда Путин выступал в Валдае, российский рубль упал за эту символическую границу. 100 рублей. Вот цена. Дешевеет Россия, русский рубль и путинские амбиции. Владимир, ну и давайте еще говорить о будущем Украины. Известно, что Турция примет следующую встречу для обсуждения мира в Украине. Об этом сообщал Блумберг. Уже в этом месяце должна состояться третья. Это международная встреча, аналогичная той, что прошла в Джиде, в Саудовской Аравии. Мы с вами ту встречу обсуждали в нашем эфире. И на повестке дня мирный план украинского президента Владимира Зеленского из 10 пунктов, предусматривающий, по сути, полный выход российских войск из Украины. И мы также видели и слышали заявления от организаторов, которые хотят, чтобы Китай принял участие, собственно, в этой встрече. Но пока ответа из Пекина нет. Как вы считаете, будет ли он? Ну, давайте дождемся самого саммита. Напомню предысторию. Это не саммит, я сам, видите, совершил ошибку. Это встреча. Встреча политических советников. Саммиты – это встреча лидеров. Вот как было в Гранаде. Так вот, первая встреча политических советников, лидеров разных стран мира. И западных стран, и стран глобального юга, и Украины в том числе, состоялась в Копенгагене в конце июня. Кстати, в день Пригожинского мятежа, вот так совпало. Тогда там не было не только Китая, очень многих стран не было. Следующая встреча состоялась в августе в Саудовской Аравии. И вот тогда уже состав участников встречи значительно расширился. И мы увидели там самые разные страны мира, в том числе и Китай согласился. И представители были очень активны, насколько я помню. Совершенно верно, да. Ну, Китай понял, что игра может идти помимо его участия. Китай сам претендует на роль миротворца. Вот, кстати, не случайно то, что сейчас в Турции это будет происходить. Я бы сказал так. Началась конкуренция на поле... Ну, она и раньше была, а сейчас активизируется. Разные страны борются за статус главного миротворца. Главного посредника в мирных переговорах. Вот, то, что Саудовская Аравия согласилась, это и результат активности Украины. Наш президент побывал еще в мае в Саудовской Аравии по пути на саммит Большой Семерки. И эти переговоры вот в итоге дали результат. Переговоры были и другие на саммит, ну, скажем так, с Саудовской Аравией. Кстати, в них участвовал новый министр обороны Украины, Умеров. Так что мы активно работаем. Вот результат. Саудовская Аравия присоединилась. Турция с прошлого года играет активную посредническую роль. В зерновом соглашении, в обмене пленными. Поэтому проведение такой встречи в Турции закономерно. Китай выжидает. Он и на встречу в Саудовской Аравии согласился в последний момент. Но если Китай будет отказываться от участия в этом процессе, он будет в стороне. И он может потерять инициативу. Какой выбор сделают китайцы, это их дело, конечно же. Но я думаю, что так или иначе они вынуждены будут координировать свои миротворческие инициативы, миротворческие действия с деятельностью Украины и вот с этим процессом, который идет. Это уже третий саммит. Задача, напомню, не просто обсуждение формулы мира президента Зеленского, а выйти на конкретные результаты. Непосредственный материальный результат, который, я бы сказал, политико-физический результат, который хочет получить Украина. И эту задачу поставил наш президент. Выйти на глобальный саммит мира. То есть на встречу лидеров стран. Не всех, естественно. Кто согласится, кто будет готов это обсуждать. Даже если это будет, я знаю, два-три десятка стран мира. Владимир Зеленский призывал всех, кто готов к справедливому миру. Совершенно верно. Вот я уже упомянул, желающих быть посредниками много. Африканские страны, Ватикан, Турция, Китай и так далее. Саудовская Аравия. Список можно продолжать. Вот готовы? Хотите помочь? Вперед, давайте. Давайте конкретно обсуждать. Мы готовы. Мы не отказываемся от своей позиции. Формула мира – это программа максимум. Но мы готовы договариваться по конкретным вопросам. В частности, это касается, например, вопросов энергетической безопасности, ядерной безопасности. Что сейчас очень важно – продовольственная безопасность. Этот вопрос, кстати, обсуждался и в Гранаде. Наш президент его поднимал там. И, естественно, это будет тоже обсуждаться. Так что я думаю, что мы видим сейчас практическое воплощение формулы мира Зеленского. Переговоры идут по украинскому сценарию. То есть Украина здесь задает инициативу. Естественно, не стоит ждать быстрого результата. Что вот завтра все согласятся. Это сложный, длительный процесс. И Россия этому сопротивляется. Но мы видим ощутимый прогресс по сравнению… Вот инициативе президента меньше года. Он ее выдянул в ноябре прошлого года на саммите Большой Двадцатки в своем онлайн-выступлении. Вот года не прошло, а мы видим, какой прогресс уже в обсуждении этой идеи. И, Владимир Вячеславович, еще о Китае хотел спросить. Путин в октябре были сообщения о том, что он собирается ехать в КНР на встречу с лидером Си Цзиньпином. Сегодня появилась публикация в The Washington Post, что Байден планирует встретиться уже тоже с лидером КНР. Но эта встреча произойдет в ноябре уже на территории США. Что вы скажете о последовательности этих визитов и будут ли говорить об Украине? Потому что Washington Post пишет о том, что встреча в США, Си и Байдена, она будет нацелена на укрепление отношений между Китаем и США. А встреча Си Цзиньпина и Путина будет для того, чтобы обсудить один пояс, один путь. Хотя мы помним, что в Москве Си Цзиньпин очень много говорил о войне в Украине с Путином. Я не сомневаюсь, что тема Украины, а точнее войны России против Украины, ну и перспектив завершения этой войны, она будет обсуждаться. И если состоится, вот пока вопрос, если состоится визит Путина в Китай, ну и конечно между Байденом и Си Цзиньпином. Несомненно, эта тема будет обсуждаться. Американцы всегда поднимают эту тему. И Китай, раз он выделил свою мирную инициативу, свою мирную позицию, как они говорят, они тоже, естественно, должны это обсуждать. Тем более, китайцы, я это знаю просто из своего личного опыта. Я участвовал в онлайн-режиме, в конференции, которую организовывали китайские коллеги. Общаюсь с китайскими дипломатами, знаю официальную китайскую позицию. В Китае, как бы, ну, у них противостояние с США. И они, как бы, видят, что, мол, вот американцы тоже влияют на эту войну. Но если вы так считаете, вот обсуждайте с американцами этот вопрос. Но на самом деле проблема в России. Поэтому на Россию надо оказывать давление. Что касается встречи в Пекине, в Китае, ну, с одной стороны, Путин должен сделать ответный визит. Си Цзиньпин приезжал в Москву, вот теперь должен и Путин совершить обратный визит. Это такие законы дипломатической вежливости, дипломатического этикета. И для Китая это очень важно. Второй важный момент. Действительно будут обсуждать вот этот геополитический проект Китая «Один пояс, один путь». Но дело в том, что в Китае как раз в октябре проводится большой саммит. Это не только встреча с Россией. Большой саммит. Там будут гости из разных стран мира, из стран Центральной Азии, из стран Африки, Азии, Латинской Америки. Поэтому Путин будет одним из гостей. Но Китай, видимо, поставил такое условие. Ну вот, Си Цзиньпин приезжал, Путин тоже должен приехать и принять участие вот в этом важном для Си Цзиньпина мероприятии. Посмотрим. Пока что Путин, напомню, с весны, даже с зимы, с момента оглашения вердикта международного, пока не вердикта даже, а скорее решения... Рубич ордера, да, на арест. По-разному юристы это называют. Часто употребляется термин ордер на арест Путина. После этого Путин перестал ездить за рубеж. В Китае ему ничего не угрожает. Ездит от бункера к бункеру. Совершенно верно, да. Вот вопрос, поедет или не поедет, пока он никуда не ездил. Даже на постсоветском пространстве. Так что это вопрос открытый. Это будет, кстати, индикатор состояния Путина. Насколько он вообще дееспособен. Понимаете, можно там говорить разные громкие слова и махать ядерной дубинкой с Валдая. А ты покажи свою смелость. Вот поедь куда-то. Вот тогда будем оценивать, насколько ты дееспособен. Но не идет речь о неком сближении Китая и России в военном плане, которое может быть опасно для нашей страны? Ну, риски есть определенные, конечно. Это не только для нас, а риски для Запада, для США. Но Китай, понимаете, вот из своего, опять-таки, общения и с китайскими дипломатами, и с китайскими коллегами. Я вижу, что Китай стремится соблюдать хотя бы формальный нейтралитет. Да, для них Россия сейчас очень важна. Потому что это, ну, слушайте, источник дешевых ресурсов. Россия ослабела. Вот если сравнивать Россию до 24 февраля прошлого года и сейчас. Россия сейчас стала таким, я бы сказал, младшим сателлитом Китая. Она стала зависимой от Китая в экономическом, финансовом отношении. Товароборот вырос, но он вырос в пользу Китая. А не в пользу России. Да, в отношении многих стратегических товаров Россия зависит от Китая и так далее. Поэтому, конечно же, для Китая Россия, я бы сказал, это сырьевая база. Противостояние с американцами. Но Путин ведет себя слишком авантюристично. Война против Украины создает проблемы для Китая с точки зрения дестабилизации международной торговли, международных отношений. Поэтому, когда Китай выделил свою мирную инициативу, она специфически, достаточно абстрактна, но это, я думаю, искреннее стремление к установлению мира. Хотя, скажем так, вопрос, насколько это будет реально, осуществимо на таких условиях, как Китай предлагает. Но их беспокоит авантюризм Путина. И не случайно публичное китайское руководство заявило о недопустимости использования ядерного оружия. Это ведь сигнал в адрес России, не в наш адрес. Поэтому китайцы, я думаю, будут пытаться сдерживать Путина от разного рода глупостей, которые, кстати, он некоторые из этих глупостей озвучивал и на этой встрече в Алдай. Владимир, спасибо вам огромное за ваш такой аналитический анализ, за этот разговор. Владимир Фисенко, политолог, был с нами в эфире «Фридома». До новых встреч. Всегда вам рад. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридом». «Фридом» – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.